По данным Роспотребнадзора, наибольший прирост по заболеванию COVID-19 сейчас отмечается у людей от 50 лет и старше. Что касается профессиональных групп, то распространение инфекции выше среди тех, кто работает в сфере услуг. Я обращаю внимание, что у нас по удельным показателям, по-прежнему, очень высокий уровень заболеваемости в сфере услуг. Я прошу сконцентрировать свои усилия. Если нам по другим отраслям, офисные работники, что у нас тут было на отдельном контроле, торговля, промо-предприятия, цифры пришли к среднеобластным, то сфера услуг у нас на высоких показателях, в 3-4 раза превышающих среднеобластные значения по другим отраслям, сегодня сохраняется. Несмотря на это, нерабочие дни дали положительный эффект. По данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю отмечается снижение темпов прироста заболеваемости и стабилизации показателей. Но пока на высоких цифрах у детей во всех возрастных группах, начиная от года и до 17 лет, наблюдается снижение темпов распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, на протяжении последних четырех недель в регионе фиксируется снижение заболеваемости ОРВИ. За три недели сократилось количество заболевших вне больничной пневмонии. При этом свободный коечный фонд на сегодняшний день составляет 29%. Из созданных в больницах 8 472 коек занято чуть более 6 тысяч. Вакцинация на территории региона продолжает проводиться. На сегодняшний день поставлено 1 миллион 711 тысяч доз вакцины, с которых израсходовано 84%. Прибито 1 миллион 432 тысячи 624 человек, что составляет 70,5% от плана вакцинации, 48% от населения и 89% использования вакцины. Что касается спортивных секций, то в ближайшую неделю занятия возможны на свежем воздухе, также в спортсооружении, где есть открытые площадки и индивидуально. Кроме того, тренироваться могут участники сборных команд. Принимаем решение, да, коллеги, на свежем воздухе можно заниматься по всей территории области. Раз у нас главы муниципалитетов, которые могли принять это решение, не берут на себя ответственность, мы приимем решение на областном штабе. Беспокойство участников штаба вызывают люди старшего поколения. По квартирный обход показал, что многие из них опасаются делать прививку, боясь осложнения для здоровья. Губернатор Дмитрий Азаров поручил главам муниципальных районов области особое внимание уделять разъяснительной работе. Необходим персональный подход каждому. Виктория Шарая, События.